Привет, ребята, это рисующий подкаст, и здесь я буду рисовать и параллельно болтать с вами на какие-то важные или не очень важные темы. Сегодня мне бы хотелось поговорить на тему о том, как полюбить людей. Что я подразумеваю? Знаете, мне кажется, это в принципе, наверное, пересекающиеся вещи, именно любовь не только к людям, которые тебя окружают, а любовь к миру в целом и в принципе к жизни, то, как ты к этому относишься. Я скажу абсолютно банальную вещь, но очень важную, что перед тем, как полюбить людей, которые вас окружают, нужно полюбить себя. Те вещи, которые вы можете в себе не любить, вы можете их уважать. И то же самое можно делать с окружающими вас людьми. Мне очень импонирует то, как сейчас движется мир, да, есть перекосы, перегибы, какие-то, ну, в общем, да, перегибы. Но в целом люди наконец-то решили отстать от других, перестать именно осуждать за то, как кто выглядит, самовыражается, за то, кто кого любит, за то, кто с кем встречается, кто какого пола, какое имя, как себя называет, в общем, да. Я вот честно просто буду рассуждать на разные темы через призму своего опыта, да. Я верю, что люди меняются именно в том плане, что когда-то мои мысли на какие-то вещи, они были другими. И я очень сильно поменялась с тем, как я встречала больше людей, больше каких-то людей из разных стран. Когда я узнавала разные истории и понимала, что мир, ну, настолько граница его шире, чем то, что было в моём сознании, что кто я такая вообще, чтобы кого-то в этой жизни судить. Я настолько влюбилась в людей, если раньше у меня... Я отношу просто такую, знаете, провожу параллель между тем, как я себя чувствовала внутренне по отношению к себе и как я уважала себя, да, и абсолютно с тем, как я уважаю и отношусь сейчас к другим окружающим людям. Я вижу абсолютную связь в этом. И, наверное, может, года три как что-то вроде того, когда поменялось ещё и моё окружение очень сильно, я начала работать над собой, и вот это вот принятие каких-то вещей в себе и работа над ними очень мне помогли по-другому смотреть на мир и на людей. Как только вы отстаёте от окружающих вас людей и циклитесь на себе, будучи в какой-то степени эгоистом, вы по-настоящему становитесь, как бы это сказать... Вы по-настоящему понимаете, что главное, что вас должно волновать, это то, хороший ли вы человек и хороший ли тот человек, с кем вы общаетесь, да, ну, глобально. Понятия «хорошо» тоже для всех разные. Мне раньше казалось, знаете, так, ну, хорошо — это когда человек добрый, вот так вот абстрактно. Плохо, когда человек, там, насильник, убивает и всё такое. Понятие «хорошо» тоже для всех настолько разное. Но если человек не сходится со мной в понятии «хорошо» или ещё в каком-то, я просто... Даже если я поддерживаю с ним общение, я стараюсь просто на эти темы, наверное, не рассуждать, потому что я не хочу разводить огонь, и я не хочу дискутировать с теми, кто не открыт к дискуссии, да. И вот, я просто, окей, ты не готов принять моё мнение, я не готова твоё принять. Всё, до побачения. Я как бы к этому стараюсь вот так относиться, не знаю. Опять же, я не говорю, что моё отношение ко мне, ну, просто суперздоровое, но я вижу разницу, да, как я меняюсь и как я знакомлюсь с собой. Вы знаете, что я для себя поняла? То, что не так давно я начала замечать, что, в принципе, да, я люблю всех людей. Ну, понятно, кроме каких-то плохих насильников, да, там, всяких плохих людей, которые откровенно плохи. Я начала относиться классно ко всем людям и уважать их. Но когда вот я, например, встречаю какого-то человека, и у меня, вот знаете, на таком вот уровне быстром у меня какие-то или мысли, а почему он такой, а почему он выглядит так, какой-то он странный. Если у меня вдруг возникают такие мысли в голове, хотя человек просто может, знаете, ну, он просто может визуально или как-то по своему поведению или по своему мышлению немножко отличаться от меня по образу жизни, да, каким-то таким базовым вещам. И если у меня сразу возникают какие-то такие мысли, осуждающие около того в моей голове, я себе вот задаю вопрос. А почему я решила так вообще мыслить? А может, это у меня граница мышления уже? Может, это просто я, ну, как бы недостаточно open-minded? Может быть, у меня, ну, как бы шоры какие-то, да, какие-то. Понимаете, все реакции, которые у нас возникают на каких-то людей, на какие-то ситуации, да, это всё через призму наших установок и наших опытов предыдущих. Если человек отличается от вас чем-то, это не плохой человек, он просто другой. Почему, если человек, который, знаете, ну, просто у вас возникает какая-то эмоция внутренняя, вы спросите у себя, почему я это чувствую? Возможно, просто вы недостаточно образованы в этом, недостаточно что-то вы там знаете, да, на эту тему. Почему у вас это возникает, ну, вот такие какие-то негативные эмоции? Вот, и я стала так с собой чаще разговаривать, и правда, я на мир, ну, смотрю гораздо иначе. Я просто стараюсь с интересом подходить к общению с людьми. Если раньше, как я уже говорю, я хочу просто передать свой опыт, потому что, конечно, мы все, ну, вот правда, мы все меняемся, нас настолько формирует окружение, ну, как бы тот человек, который ходил в школу, и тот человек, который я сейчас, это абсолютно разные люди. Я могу вспоминать, как я рассуждала, как я осуждала, как я, ну, вот именно сплетничала грязно как-то, мне настолько от этого мерзко, мне настолько мерзко от того человека, которым я была, какие у меня были установки в голове, какие у меня были взгляды, как я могла осуждать людей за их внешний вид, как я могла не понимать, как я могла... Ну, то есть мне от этого противно. Но это путь. И как я могла злость такую какую-то сильную к людям испытывать, и над этим реально надо работать. Потому что люди — это настолько зеркала. Вы когда встречаете каких-то людей в своей жизни, это просто ваше отражение. То, что вас очень сильно так задирает и откликается, ну, просто реально уйдите в себя и подумайте, что с вами не так. И как я уже сказала про то, что нас формирует окружение, это правда. Вот знаете, я согласна с мнением, что ты всегда берёшь с собой себя везде, куда бы ты ни ехал, да, то есть это к тому, что если вам в целом, если вам глобально плохо в одном месте, вы там переедете, то, возможно, ничего не изменится. Но окружение — это всё равно важно. И нужно иметь огромную смелость и всё равно силы, да, какие-то внутренние, чтобы избавляться от того, что токсично на вас влияет. Вы должны помнить о том, что окружение, оно вас как бы лепит, да, как пластилин. Поэтому, да, я вспоминаю, как, например, эти же школьные времена. Это, мне кажется, честно, мне, наверное, даже психика старается вычеркнуть всё это время из головы. Я вспоминаю то, каким человеком я была, и то, что было, да, нужно быть за все периоды жизни благодарным. Но, честно, я вспоминаю, мне кажется, это абсолютно токсичная среда. И начиная от того, кто тебя не воспитывает и кто преподает предметы, кто тебя окружает, там, люди, честно, мне это кажется настолько всё токсичным. И, не знаю, у меня даже никаких тёплых мыслей по поводу школы вообще далеко нету. Ну, вообще, вообще абсолютно, как будто бы этого в моей жизни не было. Всё, просто забыли. И нет, я не думаю о тех людях плохо или что-то такое. Я просто понимаю, что эта среда, которая была, да, она для меня была токсичной, она меня делала неуверенной, она меня заставляла чувствовать плохо. Я себя чувствовала плохо, неуверена, что я ничего не могу, я ничего не умею, у меня ничего не получается. Вот так вот это, ну, это то влияние, которое было. И поэтому, чтобы просто не говорить о них плохо, там, не направлять свою энергию негативную на них, я просто об этом не думаю, не говорю. Я могу там, да, периодически с друзьями завести разговор о школьном периоде или что-то такое, но так, чтобы я прям всё время, каждый день вспоминала или там постоянно вспоминала, что вот из-за них мне так плохо, из-за них я такая вся неуверенная. Нет, я отпускаю то, что было. Я отпускаю то, что было, и просто работаю над собой, и всё. Поэтому, конечно, вы не обязаны любить тех людей, которые делают вам больно и плохо. Вы должны просто их отпускать. Я понимаю, что всё гораздо сложнее на самом деле, и есть люди, с которыми вы поддерживаете коммуникацию. Но просто старайтесь на какие-то темы с этими людьми не разговаривать, не обсуждать, если у вас нет общего там, да. Просто старайтесь какие-то темы обходить. И уважайте своё ментальное здоровье в первую очередь, чтобы просто вам не становилось хуже от общения с кем-то. Ещё я вспоминаю, что я не испытывала никаких позитивных чувств, когда я общалась, например, с человеком, да. И он вот был, на самом деле, вот если сейчас возвращаюсь, он мог быть уверенным в себе, открытым, общительным, активным. И я понимаю, что он меня бесил. Я понимаю, что он меня бесил, потому что я себе запрещала быть собой. Да в целом, я, наверное, только сейчас, приближаясь к 22 годам, только начинаю с собой знакомиться. Из-за того, что нас каким-то образом воспитывают люди с определённым бэкграундом, да, те люди, которые нас окружают, что-то в нас вкладывают. Потом, когда вы сепарируетесь и когда вы учитесь жить самим собой, вы знакомитесь с самим собой настоящим. И вы уже выстраиваете свои личные границы. Выстраиваете, что для вас хорошо, что для вас плохо, для вас конкретно. И делать это просто, мне кажется, нужно с таким уважением к тому, что было, да, и к тому, что, ну, вы лично хотите. Вот. Не с каким-то, ну, злобой, потому что, ну, иногда люди могут делать друг другу больно, не хотят, как бы, того сделать, да, это не специально, понятное дело. И я понимаю, как я уже сказала, что я просто не давала себе быть собой. И я просто, ну, я завидовала людям, почему они чувствуют себя классными. Знаете, у нас принято чувствовать, вот, чувствовать себя некрасивым, неклассным, неуспешным. Это норм. Это в порядке нормы. А чувствовать себя классным, давать позитивную энергию, быть активным таким, немного ребенком в душе. А это уже чё-то странно. Вот он или безработный, или у него проблем нет, или еще что-то. Нет, это так не работает. Правда, в какой-то момент ты понимаешь, что твое настроение, твое отношение к миру и твое видение мира, оно зависит только от тебя. Конечно, как я уже сказала, бэкграунд дает свои отпечатки, дает свои какие-то установки, да, какие-то вещи закладывает. Но как только ты говоришь себе, так, слушай, только от тебя сейчас зависит то, как ты воспринимаешь пир, то, как ты воспринимаешь людей, и ты уже просто это вот шаг за шагом начинаешь это вот как-то менять, и внутренние чувства, внутренние ощущения меняются абсолютно. Я передать вам не могу, насколько я в восхищении от людей, которые умеют, даже в целом в визуальном плане, которые умеют самовыражаться, которые могут не стесняться показывать себя. Особенно для стран СНГ это актуально. Тебе можно чуть-чуть отличаться от остальных, и ты уже просто объект для того, чтобы обсудить, осудить и выбросить. Ну, короче, ребята, не будьте токсичными, просто вдохновляйтесь окружающими людьми, пытайтесь найти во всех красоту. Это реально, ну, это реально круто. Давайте стараться не быть токсичными ребятами, будем классными ребятами, окей? Так что да, именно люди, которые позволяют самим себе быть собой, развиваться, кайфовать от себя, не говорить, что я такой, вот я здесь плохо, я там плохо, а именно говорить себе, да, я классный. Я такой классный, конечно, я такой интересный. И правда, ну, делая что-то для этого, да, они настолько, ну, как бы видят в людях тоже. Хотя, опять же, я не говорю, вот знаете, все нужно делить на двое. Потому что, когда я говорю, да, вот на какую-то тему, я не хочу ничего идеализировать, потому что, конечно, мне встречаются какие-то люди, которых мне хочется взять и выбросить, потому что, ну, это уже по поступкам ты судишь, да. И все равно, проходя какие-то моменты, если мне кто-то сделал что-то неприятное или сказал что-то неприятное, я пытаюсь пропустить это через призму того, что, ну, во-первых, я тоже могла кому-то сделать плохо, но это меня не определяет как плохого человека, правильно? То есть, если мне кто-то сделал что-то плохо, это не знает, что я, ну, это плохой человек априори. Мы все имеем разные периоды в жизни, мы можем кого-то задеть, обидеть, не желая того, и это нас не определяет окончательно, да. Не знаю, как для вас, для меня почему-то я заметила, мне, что с моим голосом, мне буквально хватает пара часов общения с человеком, чтобы я какой-то сделала вывод, и он обычно, вот знаете, первое впечатление, но оно у меня обычно правдивое в целом. Конечно, ты глубже узнаешь, там, об интересах, о том, что человек сделал, но мне много не нужно, потому что, мне кажется, все строится на энергетике, на энергии, на вот этом вот вайбе, да, внутреннем. Именно поэтому для меня люди красивы своей энергией, и не всегда та энергия, которая мне не близка, она не красива, это все субъективно, но мне очень важна энергия и харизма. Да, харизма, я влюбляюсь в людей, харизма — это просто, это что-то, это просто, это двигатель, как много прекрасных людей вокруг. Мне кажется, это именно процесс работы над собой, он помогает тебе вот именно работать над своей харизмой как раз-таки. В тот период, когда ты знакомишься с собой, ты потихоньку-потихоньку взращиваешь свою именно личность, свою харизму и, в принципе, то, как тебя люди видят окружающие. И это так, черт возьми, интересно. Это так интересно. Вау. Еще бы мне хотелось затронуть тему личных границ. Очень, очень, очень важная тема, потому что, знаете, если уж так говорить, то личные границы должны выстраиваться с самого детства. Очень многие делают ошибку, когда отношения с детьми строятся не на доверии, уважении. Вот ребенок, да, не в зависимости от того, какой у него возраст, он маленький, там, растет, подросток. Выстраиваются отношения не на доверии и уважении личных границ друг к другу. Потому что как дети могут нарушать личные границы родителей, так и наоборот. А именно на контроле, на жесткости, на слежке. И это огромная проблема, я считаю. Я, например, с подросткового возраста у меня есть trust issues и проблемы с доверием. И я над этим постоянно работаю. И у меня бывают такие откаты, что ли, я не знаю, как сказать правильно. В этом плане это, правда, нелегко. В этом плане, когда в тебя какие-то вещи закладываются, тебе потом трудно, вот правда, трудно доверять. Трудно не чувствовать тревожность. Когда нарушают, когда кто-то нарушает твои личные границы, то потом и у тебя возникают проблемы. С тем, что ты можешь нарушить чьи-то границы. Это прям вот сверхважно, я считаю. Потому что, ну, как минимум, главное понимать это, да. Все мы можем допустить ошибки, но, как я уже сказала, люди меняются. И все можно изменить. Но главное понимать, где ты прав и где ты неправ. Уважать своего ребенка очень важно. Понимать, что это отдельная личность, отдельный организм. Не твоя ручная кладь. Я не знаю, там, да. Не твой робот-пылесос. Как и, в принципе, про любые вещи, можно говорить про любовь к людям и уверенность в себе и любовь к жизни. Это тоже все, в принципе, с детства и от тех установок, которые нам вкладывают с детства окружающие нас люди. И вот, правда, трудно работать над личными границами. Это вообще такое понятие некоторым незнакомым, к сожалению. Хотя это создает очень много проблем. Мне кажется, это, правда, от какого-то неуважения идет. То есть иногда люди слишком, свои полномочия слишком увеличивают, да. Считают, что они могут все контролировать и всех контролировать. И считают, что они единоправы. И ты как бы нарушаешь личные границы психологически, конечно, это в первую очередь. Когда ты просто считаешь, что ты единоправ. И твое мнение, ну, просто, не знаю, вселенского масштаба и, в общем-то, не знаю, если кто-то меня понял. Но это прям очень важная для меня тема. Доверие как к людям, так и к жизни очень важно. Потому что в определенных ситуациях, вот как я сказала, как в отношениях между людьми, да, ты можешь иногда думать, что твое мнение и твоя мысль, она реально единоправо-я. Поэтому ты пытаешься прям внушить или внедрить кому-то свою жизненную политику, да, свои, там, заставить принять какое-то решение или заставить вести какой-то образ жизни кого-то. Не думай о том, что это отдельный человек, отдельная личность. И то, что другое, оно не значит неправильное, оно значит другое. И также отношение к жизни в целом. Доверие к вселенной, мне кажется, очень многое меняет. Я это не так давно поняла и не так давно почувствовала. Когда ты просто вот доверяешь чему-то, да, что тебе невидимо на энергетическом уровне, ты просто доверяешься. Когда ты планируешь всю жизнь, ты строишь, ты развиваешься, делаешь, планируешь, да, но какую-то часть своей жизни ты просто отпускаешь и какую-то часть своей жизни ты просто доверяешь вселенной, принимая какие-то сопутствующие вещи от нее с благодарностью. Мне кажется, конечно, когда какая-то вещь к вам приходит негативная и первым делом она у вас вызывает огромную бурю эмоций, вы не можете, а, ха-ха, как я благодарна, ну, так реагировать, да, то есть, ну, это нормально. Но спустя какое-то время нужно принимать любую вещь с благодарностью. Даже от самых мелких вещей, пусть там вы ударились где-то очень больно, и вы так можете, типа, блин, как больно, а потом просто, это, наверное, к лучшему, это к чему-то меня классному приведет. Вот, ну, то есть, какую-то вещь в вашей жизни, которая вас где-то ранила раньше, переводить ее в позитив. Люди, которые, или ситуации, которые были для вас токсичными, да, которые нарушали ваши личные границы, из-за которых у вас проблемы какие-то психологического характера, да, скажите спасибо им за то, что, ну, наверное, благодаря этому вы сейчас тот человек, которым вы являетесь, да, и благодаря этому вы как бы, и благодаря этому вы на фоне этого опыта, например, будете относиться к другим людям иначе, воспитывать своих детей иначе, ну, то есть, просто вы должны делать правильные выводы, потому что, как по мне, как мне кажется, не все те люди, которые, почему, например, не все люди, как мне кажется, взрослые, ну, взрослые, да, это мудрые, вообще не все, они просто могут быть взрослые и все, по паспорту. Потому что, когда человек растет, и он не развивается, а просто живет свою жизнь, да, проходит все какой-то опыт, но он делает из этого опыта неправильные выводы, если он, ну, вот, никуда не движется, не открывает свое сознание миру, не принимает какие-то вещи, не принимает себя в этом мире, не осознает себя в этом мире, не принимает окружающих, которые разные. красота мира реально в разности и во всем вот этом вот миксе большом, да, такой вот. И если человек этого не принимает, если ему постоянно кажутся все ужасными вокруг, и вот эти вот от маленьких трудностей к большим, что-то там, да, сломалось, разбилось и пошло не так, и человек только может корить все вокруг, но как бы не видеть себя в этом, не пытаться анализировать вещи, да, не пытаться найти связь и стать лучше благодаря этому. Ну, если человек вот так не делает, то, ну, он не растет, и мудрости ему это не прибавляет, как мне кажется. Ну, блин, честно, я более того скажу, ну, мне кажется, поколение от поколения, конечно, да, но я немного прям встречала мудрых взрослых людей, я больше встречала мудрых людей, которые, ну, не намного прям меня старше, вот. Очень много людей, которые просто, к сожалению, постарели, но помудреть так не успели, и любви к жизни у них не осталось. Хотя на то есть тоже свои, наверное, причины. Вот какие-то такие мои мысли на этот счет. Знаете, на все эти темы можно рассуждать так долго и так глобально, потому что, ну, это, как бы это сказать, это просто не все так легко, да, и однозначно по любой теме жизненной. Но я хочу вам посоветовать, чтобы вы, несмотря ни на что, были настолько открыты миру, насколько это возможно, несмотря на те травмы, которые вам были вот, да, поставлены не... Это для чего-то. Вселенная вам не хочет хуже. Она хочет вам что-то дать, и чтобы вы, пропуская весь опыт через себя, давали людям тепло, несмотря ни на что. Ну, то есть вам сделали больно, но это не значит, что вы должны эту боль отдать кому-то. Сделать выводы, правильные выводы, и двигаться дальше. Я надеюсь, я никого не задела и не обидела всем сказанным. Надеюсь, кому-то скрасило время. я благодарю, спасибо. Мне нравится так болтать, я очень часто так болтаю с собой. И мне нужно куда-то выпускать свою энергию в разговор. Вот, поэтому я и хочу такой формат вести. Как-то так. Поэтому спасибо вам. И до нового выпуска. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok